Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. И вы знаете, вам уже эксперты дали ответы на него. И я думаю, что повторяться мне, наверное, смысла нет. Ну, в любом случае говорить все эти фразы о том, что вы должны примириться, что вы должны как-то понимать, что вы должны терпеть, что вы должны разделиться. То есть все они, эти фразы, мне кажется, ну, довольно-таки не имеют какого-то значения в данном контексте, тем более, что вам их уже сказали. Засчитывать ваш вопрос я не буду, потому что, в принципе, суть его ясна. И, пожалуй, я перейду сразу к рекомендациям по поводу того, что вам нужно делать в этой ситуации. Ну, во-первых, давайте сразу скажем так, что вариантов у вас три. Ну, вообще два, но второй и третий варианты, они будут касаться вашего мужа. И, поэтому я думаю, что правильнее было бы сказать, что это именно три варианта. Первый вариант касается того, что вы, самостоятельно признавая, по сути, тот факт, что пожилую женщину не изменить, и, в общем-то, вы правильно это понимаете, вы правильно это осознаете. Значит, принимая этого внимания, вариант вашего поведения заключается в том, на мой взгляд, что вам нужно и себя, и, значит, свою дочь настроить на то, чтобы вести себя по отношению к бабочке безразлично. То есть, что это означает? Вот почему ваша дочь, ну и, в частности, вы реагируете так на ее какие-то проявления, на ее какие-то поведенческие аспекты? Почему? Потому что и дочь, и, скорее всего, вас это задевает. Вас задевает, что она обсуждает ваших друзей, вас задевает, что она, я имею в виду, бабочка с прикровь, обсуждает, значит, ваше поведение и так далее. Вас это задевает. А дочь задевает также то, что ей говорит бабочка. И вот именно по этим причинам, по причинам того, что вас задевает поведение человека, вы реагируете на него именно так. Вы реагируете достаточно негативно. Но если подумать, почему вас задевает? Вот, смотрите, значит, вы пишете, значит, бабочка интеллектуал, театрал, отличный собеседник, да, то есть у нее много друзей, коммуникационные навыки у нее развиты хорошо. Как только она проезжает, в доме появляется напряженная атмосфера. Потому что вся жизнь этой женщины посвящена ее сыну. Она считает, что они должны проводиться все время вместе. И когда приходят друзья, и когда они после этого уходят, она комментирует наши разговоры и времяпровождение в отрицательном ключе. И она, самое, что интересно, не может по-другому это воспринимать. Потому что она человек иного поколения. Потому что она человек других взглядов. Потому что для нее действительно то, что вы делаете, не является приемлемым хоть как-то. Это для нее чуждо. Вот все то, что вы, по сути дела, описываете, вот все вот это, для нее действительно все это чуждо. И не потому, что она вот как-то вот, ну, негативно все это воспринимает, как вы говорите, в отрицательном ключе комментирует и так далее. А потому что она может быть и рада бы воспринять иначе. Может быть и рада бы. Но не может. У нее нет возможности этого сделать. Так вот, я бы хотел, чтобы вы вот этот аспект для себя постарались, ну, уяснить. Я бы очень хотел, чтобы этот аспект вы постарались для себя как следует понять, что она отрицательно комментирует не потому, что вот такая вот какая-то негативная или плохо относится к вам, к вашим друзьям и прочее, прочее, прочее. А именно потому, что она не может по-другому это делать. А общение, вот тут она приезжает к вам, это она, наверное, считает, что должна общаться с сыном. То есть есть некое такое разграничение, что она не хочет общаться с друзьями вашими. Она хочет общаться со своим 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 своим, как вы сами сказали. А друзья и все остальное, это просто-напросто, вот, по сути, такое, вот, знаете, ну, неизбежная плата за возможность побыть с вашим мужем и с ее сыном. И вот если вы и равным счетом, и ваша дочь это поймете вы, может быть, даже в некоторой степени и ваш мужем, то есть вы поймете все, что она критикует дочь ваших друзей. С одной стороны, потому что она не воспринимает ваше поведение, потому что вы люди другого поколения. С другой стороны, потому что она так пытается проявить свое участие. Плохо, да, безусловно, плохо, да. Не так, как, может быть, нужно это делать. Это понятно. Но как умеет. Вот как умеет, так это и делать. И, к сожалению, к сожалению, по-другому она не сможет. И первый вариант, это именно такой, что вам нужно постараться просто-напросто перестать, перестать обращать внимание на ее поведение, на ее реакцию, на ее действия, на ее проявление себя по отношению к вашим друзьям и дочери. Ну и попытаться понять же, что вас задевает. Вот, например, допустим. Допустим, вы говорите. Когда вы собираетесь в гости к друзьям, она считает, что мы должны взять ее с собой, мы не берем, она обижается. Почему вас задевает здесь то, что она обижается? Ну, не берете вы с собой, это ваше право. Ей на внимание, тем более, если она театрал. Естественно, она обижается, потому что она не получает того, чего хочет. А видя, что вас задевает, то, что она обижается, она еще больше начинает верить в то, что в права. Что-то это делать. И получается так, что вы сами ее стимулируете какие-то подобные модели поведения и неповедения. Получается так, что вы сами, сами позволяете ей считать, что она права. Ведь если бы она не получала от вас никакой обратной связи, скорее всего, это бы самой собой просто-напросто затихло бы. Потому что она видит, что ее поведение, на нее никто не обращает внимания, что ей не запрещают приезжать, но при этом делают все, что хотят. К ней не прислушиваются, к ней не считаются. И все. Понимаете? И все. По сути дела. И большего, как бы, не нужно. А вот то, что вас задевает, это именно и есть, на мой взгляд, проблема. То есть тут нужно, что задевает вас, что задевает вашего мужа, и почему его это задевает. И что задевает вашего доза. И почему, опять же, это происходит. Вот подобные аспекты, чтобы вы сами с собой пришли в определенную гормону, можно вытравить. А бабочка, она, получается, что просто-напросто вскрывает определенные глубинные противоречия, например, между вами и вашими друзьями, противоречия у дочери, и так далее. Не было бы противоречия, были бы вы в гармонии до конца. Ну вы, я думаю, не стали бы писать этот вопрос, и тем более задавать его в виде плата. Значит, у вас это волнует сильно. А если у вас это волнует сильно, то опять же, почему волнует сильно? Потому что вы не можете примириться. А с чем вы не можете примириться? Не с самим человеком. Потому что сам человек как бы вреда, как такового, не наносит. Он не наносит вреда. Да, она комментирует, да, она лезет к дочери. Да. Но это не вред прямой. Понимаете? А вот как вы реагируете, как дочь реагирует, это показатель. И показатель это в первую очередь того, значит, как вы на это реагируете. и чем вызвана подобная реакция. Вот я вам зачитаю отрывочек из вашего вопроса. Значит, она выносит мозг нашей дочери по куче поводов. Не обращая внимания на мои просьбы, не лезть к ней. и, соответственно, наши дочери украшают, что если она мне расскажет об их разговорах, то бабушка лечит внучку ее любви. Понимаете? вот собственно говоря в этом и проблема, что дочь ваша она может обсуждать с вами бабушку. Она может обсуждать с вами вообще все что угодно. Если у вас доверительные отношения, это прекрасно. Но, но, знаете, она уже достаточно большая. взрослая для того, чтобы самостоятельно справляться с подобными препятствиями и проблемами. И вы, получается, ее защищаете перед бабушкой. А зачем защищать? От чего защищать? Ну, лезет она к ней куча разных поводов. Ну и что? Можно просто не обращать на нее внимания, можно просто говорить, что я сама решу, я лучше знаю, и все, или просто даже не отвечать на нее, на ее какие-то вопросы, на ее какие-то советы, и она сама же обидится, и на это тоже не обращая внимания, и тогда она поймет, что обиды это ни к чему не приведет, и перестанет обещаться. в данном случае обида и рукость, которые проявляет ваша свекровь и бабочка вашей дочери, это по сути манипуляция. Не знаю, насколько эта манипуляция осознанная, но манипуляция точная. Вот так. Это вот первый вариант, первый момент. Второй момент. Второй момент, начать хотелось бы, и второй вариант, надеюсь, хотелось бы с того, что, на мой взгляд, имеется некое противоречие в том, что вы пишете. Тут вот вы говорите, что бабочка любовь свою не перенесла на внучку, а как осталось, привязанной к сыну, так она к сыну и привязана. То есть сын для нее это единственное, кого она любит. Но при этом вы пишете, что она говорит, угрожает дочери лишить любви внучку. И возникает вопрос, если она любит только вашего сына, то есть вашего мужа любит своего сына, то как же она тогда лишает любви ее внучку, чего она тогда лишает ее, если она ей ничего не дает. и есть ли вообще, как говорится, за что бороться? Это первое и второе. Второе считается, если она хочет проводить время с вашим мужем, то пусть проводит с ней время, пусть они встречаются где-то, пусть они проводят время вместе, пусть ездят к ней, в гости, пусть он гостит у нее, пусть он проводит с ней время, но вы, как семья, вот как, отдельная семья, да, вы имеете полное право сказать, что не хотите, муж же сказал, что не хотите, чтобы бабочка присутствовала в вашей жизни, потому что она вам докучает, потому что она вам мешает, потому что она приносит много неудобств, и все. Это ваше право. и право бабочки видеть своего сына, право бабочки хотеть проводить с ним время, это ее право, и скорее обязанность вашего мужа сделать так, чтобы его мама была счастлива, но и защитить семью, свою семью, понимаете? Поэтому здесь вариант такой. Да, поймите, что при любых вариантах не будут довольны все. То есть либо не будет довольна бабочка, либо не будете довольны вы, либо не будет доволен ваш муж, либо не будет довольна дочь, ваш. То есть кто-то обязательно довольный не будет. Так, чтобы все были довольны, это, к сожалению, сделать невозможно. И вам необходимо выбрать ненавольство кого вы выбираете? Если вы выбираете ненавольство бабушки в большей степени, первый вариант вам подойдет. Если вы выбираете удовольствие, например, если вы выбираете неудовольствие своего мужа и удовольствие бабушки в меньшей степени, Соответственно, вам подойдет вариант 2, чтобы он удовлетворял свою маму, в принципе, видеть его, в принципе, она имеет на это право, но при этом исполнял свою обязанность защищать вас. Это логично в данном случае, потому что получается так, что при ее поведении, особенно если вы оба, я имею ввиду, вы и ваш муж согласны с тем, что она любит только его, а все остальное это факт, то все эти угрозы и все вот это вот, это все просто ширма, за которой скрывается желание побыть с сыном. У свекрови вашей, ну так можно дать ей то, чего она хочет и все, это будет справедливо. Да, она поначалу будет проявлять неудовольствие, она поначалу будет реагировать негативно, она поначалу будет говорить, что вы не хотите ее видеть и так далее, и так далее, и так далее. Но это как раз в глубине души, я уверен, то, чего она хочет. Может быть, даже не осознавая этого, что она может быть даже не осознает того, что хочет именно это в душе. Все ее поведение, это попытка показать, что она хочет быть только сыном, со своим, и все. И вы ей дадите, дадите вот тот, чего она хочет. Но поймите, что если человек театральный, то, соответственно, будет она играть свою роль, и будет она выставлять виноватых вас и вашей дочери. Но опять же, здесь это как таковой роли уже не играет существенно. Потому что это не особо важно в данном случае. Это просто для проформы. У нее нету чувств искренних ни к вам, раз она не слушает вас, не прислушивается к вам, ни к внучке, раз она лезет к ней, нарушает ее границы личностные и так далее. А это вот как раз означает, что вы ничего не потеряете, по большому счету, если будете продвигать второй вариант. Ну, по сути дела, все пойдет просто более честнее. А пока и вы обманываете себя, и она обманывает себя, и, собственно, ваши дочери за этого страдают. Третий вариант. Он касается вашего мужа непосредственно напрямую. Вот вы говорите, что мужа это бесит, он не особо сдержанный человек, постоянно срывается, мне тягостно находиться в это время рядом с ними. То есть, у мужа с его мамой есть, получается, конфликт. Плюс ко всему, ваш муж, в принципе, человек не сдержанный, не умеющий контролировать свои эмоции. И вот, опять же, сейчас я понимаю, что, может быть, вы пришли не совсем за этим, но, тем не менее, это проблема, довольно серьезная проблема, потому что мужчина, он, как бы, должен, он должен себя сдерживать. Он должен контролировать себя, свои эмоции, свои чувства, свои переживания. Если он этого не делает, то у него, практически, есть определенные проблемы. И тогда, получается, что для начала вашему мужу нужно, вашему мужу нужно поработать с психологом, чтобы он лучше себя контролировал, чтобы он не срывался. Потому что срывы и недержимость, это следствие определенных внутренних конфликтов и неумение контролировать себя. Это, в принципе, выбравляется, в частности, дыхательными техниками. Вот. О них вы можете посмотреть в интернете и почитать. Ну, и вашему мужу, третьим вариантом, вам нужно сказать, что, прости, дорогой, это твоя мама, это твой родственник, и она нам вредит. Ты видишь, как она нам мешает, ты видишь, как она не дает нам жить, ты видишь, как все это происходит. И, соответственно, если я не хочу так больше, то ты, как глава семьи, как муж, реши с ней этот вопрос. Чтобы, если она приезжала, чтобы она приезжала и вела себя как гость, а не как хозяйка, и чтобы уважала нас, либо чтобы не приезжала вообще. Да, вы говорите, что я прекрасно понимаю, что не смогу поменять женщину 75-летнюю. И, конечно же, сказать ей, что она не приезжала к нам, тоже не смогу. Но вот здесь нет такого слова, как не могу. То есть, если вы ее не измените, это действительно так. Но когда вы говорите, что я не смогу сказать, чтобы она не приезжала к нам, здесь вы укажете. Сказать, чтобы она не приезжала к вам, ваше право. Особенно, если человек не умеет себя вести с вами. Особенно, если человек ведет себя так, как вам не нравится, так, как вас не устраивает, так, как вы считаете оно оскорбительным и удивительным для вас и для вашей дочери и для вашей семьи в целом, а также для друзей. И получается, что говоря о том, что вы не можете сказать ей, чтобы она не приезжала, вы говорите, что я не хочу соблюдать свои границы, я не хочу защищать свою семью, я боюсь это делать. Я не хочу брать на себя ответственность за свою семью. За свою дочь, например, которая получает негатив от бабочки и так далее. И вопрос заключается в том, почему вы не желаете это делать. Сомневаетесь вы, например, в том, что муж вас не пойдет на это. Боитесь ли вы, соц, с мужем уже, боитесь ли вы чего-то еще? Может быть, вы не до конца уверены в том, что правы в данном контексте, в данном аспекте? Если данные моменты есть, то с ними нужно поработать. Например, если вы серьезно считаете, что ваш муж на такое, например, не пойдет, то это довольно серьезные проблемы во взаимоотношениях между вами, во взаимодействии между вами, и это, в общем-то, говорит о том, что вы недостаточно хорошо друг друга понимаете, недостаточно хорошо и полностью друг другу доверяете, и это стоит проработать. Понимаете? Но то, что вы не хотите устанавливать свои личностные границы, говорят, что я не могу сказать, если бы она не приезжала, хотя это ваше право защищать свою семью, защищать атмосферу, комфорт, уют, гармонию в своей семье. Но это выглядит в данном случае как избегание, просто как избегание. Вопрос в том, избегание чего. Если ответственности, то почему? Если ссоры, то почему? Почему вы считаете, что это будет ссора? Если неуверенность в себе, неуверенность в своей позиции, то опять же, в чем эта неуверенность в своей позиции проявляется? Проявляется. Вот. То есть, ситуация выглядит вот примерно так. У вас есть три варианта. И, как я уже сказал, что каждый из этих вариантов подразумевает то, что кто-то будет недоволен. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь выбрать, кто именно будет недоволен, и, сделав свой выбор, уже идите по этому пути, не останавливаясь до конца, потому что какой бы выбор вы ни сделали, вы будете в своем праве. И правильных вариантов, правильных решений здесь, к сожалению, нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До свидания! До свидания! До свидания!